В этом видео вы узнаете, что такое Энерт Газ Систем на танкерах, требования и принципы работы, составные части на палубе и в машинном отделении, управление как в Cargo Control Room, так и в Engine Control Room. Поговорим о Flammable Diagramme и мерах защиты с установкой сигнализации по требованиям изгод. Из курсов по танкерам необходимо вспомнить о пожарном треугольнике, где для возникновения пожара необходимо наличие всех трех условий одновременно. Первое – это груз. В нашем случае на танкере это нефть и нефтепродукты, которые выделяют гидрокарбоны, по-русски это углеводороды, что является источником воспламенения. Второе условие – это энергия, искра. На танкере есть меры предосторожности – не курить, не использовать искрогенерирующий инструмент, не использовать электронную технику. Но в любом случае мы можем снизить до минимума все наши риски, но мы не можем полностью гарантировать выполнение всех процедур по безопасности. А вот третий пункт, третье условие – кислород. Мы убрать как раз таки с вами можем путем добавления инертного газа. Инертный газ от слова «инертный» означает среду, где невозможна химическая реакция, а горение как раз таки химической реакцией и является. Поэтому мы с вами сегодня разговариваем об инерт-газ-систем. Смесь углеводородов и кислорода в зависимости от их пропорционального содержания создает взрывоопасную атмосферу. Диаграмма пропорций представлена в «Изгод». «Изгод» – это руководство по безопасности на танкерах и нефтяных терминалах. Еще говорят «Изгод» – это библия танкеристов. Итак, на нашей диаграмме вертикальная шкала – это гидрокарбоны в процентах по объему. Горизонтальная шкала – это кислород, также в процентах по объему. Для того, чтобы определить процентное соотношение гидрокарбонов и кислорода, при котором возникает вспышка, пожар, возьмем верхнюю точку D. Она называется верхний предел воспламенения – Upper Exposure Limit. И проведем линию, ограничивающуюся по вертикальной шкале. Это будет в районе 10% по объему. А точку C мы возьмем как нижний предел воспламенения, то есть Low Exposure Limit. Либо называют еще Low Flammable Limit. И ограничимся также по вертикальной шкале. Это будет примерно 2% по объему. По кислороду в нормальной среде, в нормальной атмосфере состояние кислорода составляет 21%. Значение может немножко быть меньше – 29-28% по объему. Соответственно, мы с вами должны создать такое соотношение гидрокарбонов и кислорода, при котором мы не сможем зайти вот в эту область. Гидрокарбоны мы уменьшить не можем, потому что груз постоянно их выделяет. Это его естественная среда. И мы не можем это регулировать. Но кислород, как мы уже с вами выяснили, мы можем уменьшить за счет замещения инертным газом. Вытеснить его. Если мы возьмем точку Е и отложим на нашей горизонтальной шкале, то мы получим цифру в районе 12-11,5%. В соответствии с требованиями изгод, в грузовом танке в инертной среде должно быть не более 8% по объему. При этом, в соответствии с требованиями, по выходу из системы инертного газа должно быть не более 5% по объему. Но также изгод допускает наличие ужесточенных требований, что и в танке наличие кислорода также должно быть не более 5%. Во многих судоходных компаниях СМС регламентирует именно это значение. Но грузовой танк у нас не всегда может быть заинертизирован. Возможны различные операции, связанные с мойкой танков, связанные с инспекцией танков. И в этом случае необходимо будет заходить человеку в танк. Тогда нам необходимо создать допустимую безопасную атмосферу, где будет нормальное содержание кислорода, такое же, как в обычной атмосфере, то есть 21%. Что в этом случае будет происходить? Если мы в отсутствии груза в танке, ну, понятное дело, что человек не может зайти в танк при наличии груза. Как только мы груз выгрузим, нам необходимо осуществить вентиляцию танка для последующего захода туда человека. Что происходит у нас с вами? Значит, если мы начнем вентиляцию танков, например, с точки F, и начнем разбавлять его свежим воздухом, то мы с вами будем повышать количество процентов кислорода и при этом поддержать количество углеводородов. И тогда мы с вами можем прийти в фэммэбл диаграмму, да, то есть вот эту фэммэбл зону. Тогда возможен взрыв. Что нам необходимо сделать сперва? Необходимо разбавить атмосферу в танках инертным газом, то есть осуществить паджинг, продувку танков. Мы с вами, делая продувку в танк инертным газом, кислород останется примерно на том же уровне, даже может быть чуть-чуть снизится, а количество содержания в процентном соотношении гидрокарбонов будет уменьшаться. Итак, мы должны уменьшить количество гидрокарбонов примерно до 2% по объему. 2% по объему – это 100% лель. Например, 50% лель будет составлять, соответственно, 1% по объему. Лель – это другая шкала – Low Exposure Limit. Как только мы закончили паджинг и уровень гидрокарбонов достиг 2% по объему, в соответствии с нашей шкалой, мы можем начинать газ-флиинг процедуру, то есть вентиляцию уже свежим воздухом. И от точки H, наполняя танк свежим воздухом и вымещая оттуда инертный газ, мы разбавляем нашу атмосферу, при этом гидрокарбонов уже практически нет, будет 2% по объему, и далее они будут идти на уменьшение. Мы повышаем количество кислорода и приводим его в соответствии с значением практически 21%. Ну, 28% еще допустимо. Важный момент. Если мы начнем газ-флиинг, увеличение кислорода примерно на этом значении, то оно является критическим, так как оно идет практически по касательной, с нашей flammable диаграммой, flammable зоной, и возможен риск пожара. А в случае примерно 2% по объему, риск воспламенения практически исключен. Подробнее о операциях паджинг, газ-фриинг, в том числе и замерах атмосферы в танках с помощью газ-детектора, я показывал в одном из своих видеороликов. Ссылка будет в описании. Важное условие. Маска на танкерах запрещена. Выходите на палубу, произвести инспекцию. Если у вас срабатывает персонал газ-детектор, сразу же покидаем палубу. Никакие фильтра, никакие маски, даже на палубе запрещено. Как только продуемся до конца, только потом выходим на палубу с газ-детектором, если он не срабатывает, делаем инспекцию на палубе. Если вдруг что-то поломалось, шланг слетел с водой, еще что-то произошло, выходить запрещено. Также сперва необходимо изучить основные понятия по поводу инерт-газ-системы. Есть хорошая публикация Аймо – Inert Gas Systems. Также эта терминология представлена в изгод. Inert Condition. Если кратко, это состояние в грузовых танках, где содержание кислорода менее 8%. Также состояние кислорода по процентам по объему, по выходу из системы инерт-газ должно быть менее 5%. Но изгод допускает, что в различных СМС, в различных рекомендациях, содержание кислорода в грузовых танках также может быть максимум 5%. Таким образом, мы замыкаемся в этих обоих случаях. Inert Condition – кислорода в инертном газе должно быть не более 5%. Есть термин Inert Gas Point. Это все системы, которые генерируют инертный газ и распространяют грузовые танки. Есть понятие Inert Gas Distribution. Это те системы, которые позволяют инертному газу выходить из танков либо на приемное сооружение, на терминале, либо в атмосферу. В целом, Inert Gas Point, Inert Gas Distribution, в целом называется Inert Gas System. Вот эти основные понятия. Pudging – это продувка инертным газом грузовых танков и грузовых линий. Gas Fring – это продувка свежим воздухом с повышенным содержанием, с естественным содержанием кислорода. Еще есть термин Topping Up. То есть, означает подбить инертный газ. То есть, у нас с вами уже есть инертная атмосфера, но давления его недостаточно. Нам нужно его повысить. Подробнее об Inert Gas Distribution и какие сигнализации нам необходимо задать, я вам сейчас покажу на вот этой схеме. У нас с вами есть грузовой танк. В процессе погрузки уровень наполнения в танке повышается. И внутри создается избыточное давление газа, которое давит на стенки танка. При достижении лимита прочности, танк может просто разорвать. Также и наоборот. У нас с вами груз в танке. Мы его выгружаем. При уменьшении уровня груза в танке, создается вакуум. И танк может также деформировать. У нас с вами 7 пар грузовых танков. И самый простой примитивный пример я покажу на этой бутылке. Представьте, что мы из танка отдаем груз. Что произойдет? Или бутылка сжимается. Но если мы с вами будем отдавать груз и параллельно замещать это пространство газом, тогда бутылка сжиматься не будет. Пузырьки воздуха. Объем воды, вытесняемый из бутылки, заменяется объемом воздуха из атмосферы. А танки с грузом изолированы от атмосферы. Поэтому нам необходимо защитное устройство, чтобы не деформировать танки при выгрузке. Оно называется PV Valve и PV Breaker. Об этом позже. Первая система это PV Valve. Устанавливается на каждый танк. Переводится как Pressure Vacuum Relief Valve. Считается как Primary защитная система. При достижении определенного лимита по давлению выбрасывать газ из танка, либо наоборот засасывать воздух при наличии чрезмерного вакуума. Вторая система защиты. Это правильное выставление сигнализации. Inert Gas Pressure Sensors. Считается по изготу как Secondary система. Датчики также выставляются на каждый танк. Vapor Return Line. При работе системы Vapor Emission Control System. VEX. Работает на все танки. Еще одна система PV Breaker. Она работает по схожему принципу, как и PV Valve. То есть это еще один дополнительный контур защиты. Считается как аварийный. Который позволяет выбросить излишнее давление со всех танков, в том числе и с линий. Либо наоборот запустить себя внутрь в воздух при избыточном вакууме. На судах могут устанавливать также и мастерайзер. 6 метров от палубы. По-русски это продувочная мачта. Это принудительный выброс инертного газа со всех танков и со всех линий. При наличии ручного клапана. Так как у нас с вами PV Valve является primary системой защиты, то secondary система сигнализации и их настройки зависит от PV Valve. Настройки по избыточному давлению, оверпреша, либо по вакууму, андерпреша, зависит от конструктивной особенности грузового танка. В моем случае это 1400 мм водяного столба на высокое давление и минус 350 мм водяного столба на вакуум. Это PV Valve. Secondary система выставляется по сигнализации. Сигнализация задается в зависимости от двух случаев. Когда мы используем с вами VEX, Vapor Emission Control System, либо когда его не используем. Это зависит от требований терминала в соответствии с местными правилами по экологии. Так вот, если нам необходимо использовать VEX, тогда мы с вами инертный газ либо сдаем, либо получаем посредством Vapor Return Line, то есть наших желтых манифолдов, о которых я вам далее покажу. Если же мы с вами VEX не используем, то есть разрешен выброс в атмосферу, тогда мы спокойно с вами можем использовать либо мастерайзер, либо через PV Valve будет отдаваться избыточное давление нертного газа. Итак, сигнализация выставляется в зависимости от этих двух случаев. Так вот, если у нас с вами VEX не используется, тогда secondary систему мы берем плюс 10% от Pressure Valve. То есть в моем случае это будет 1540 мм водяного столба. На вакуум в соответствии с S-GOT он должен быть положительным, то есть больше нуля. В соответствии с моей SMS это 100 мм водяного столба, secondary система. Если же мы используем с вами VEX, тогда сигнализация должна сработать до того, как сработал PV Valve. А в этом случае мы должны следовать минус 10%, то есть сигнализация срабатывает раньше, на 1260 мм водяного столба. Аналогично 100 мм водяного столба давление будет и для VEX системы, такой же как и Non-VEX. Допускаются различные варианты, например, чтобы не доводить до критических отметок, есть, так скажем, Pre-Alarm, то есть Low, который может быть выставлен на 200 мм водяного столба. А критическое значение будет уже достигаться 100, то есть он может называться Low-Low Alarm. В финале мы имеем High Alarm, это будет минус 10% от PV Valve Overpressure, равное 1260, и на нижнюю границу 200 мм Water Gauge. По поводу PV Breaker будет еще выше. Это аварийная система на случай, если у нас не сработал PV Valve, причем ни один, ни на одном танке, по каким-то причинам. Тогда у нас с вами давление составляет 1890 мм водяного столба. А на вакуум PV Breaker будет сработан на значении минус 630. Как я уже сказал, это аварийный вариант на случай, если ни одна PV Valve не сработает. Для Vapor Return Line выставляется отдельная система сигнализации. Значение выставляется 80% от PV Valve, то есть 1120 мм водяного столба. Это Vapor Return Line Alarm. При этом, если у нас осуществляется Vapor Balancing, то есть, допустим, СТС операции, мы передаем инертный газ с одного судна на другой. То есть, мы, допустим, с вами выгружаем груз на другое судно и одновременно получаем инертный газ от другого судна. Так вот, в случае, если на том судне происходят какие-то проблемы, связанные с инертным газом, мы не знаем какие, и давление в нашем Vapor Return Line падает до 300 мм водяного столба, тогда мы с вами запускаем свою инертный газ систем и продолжаем выгрузку. Мы держим ее всегда на стендбай режиме. И, как я уже упоминал ранее, это мастерайзер. Принудительно открывая ручной клапан, мы выдуваем в атмосферу наш инертный газ. По качеству к инертному газу предъявляются также требования, и это зависит еще плюс-минус от той установки инертного газа, которая стоит на судне. В моем случае инертный газ состоит из следующих элементов. Это карбон моноксид, по-русски моноксид углерода, либо угарный газ, максимум 100 ппм, то есть частей на миллион. Нитродженоксид, где Х это количество атомов кислорода. Оксиды азота, максимум 100 ппм. Сульфур диоксид, то есть диоксид серы, максимум 50 ппм. Сио-ту, карбон диоксид, углекислый газ, 14% по объему. Нитроджен, азот, его количество в содержании сбалансировано. И суд, сажа, ее количество должно быть сведено к минимуму, практически к нулю. Сейчас мы с вами пройдем в Cargo Control Room и сделаем обзор уже по панели управления. Мы с вами находимся в Cargo Control Room. Здесь представлена панель энергосистемы и основные органы управления. Значит, наша задача, нам необходимо инертный газ доставить в грузовые танки. Первое. У нас есть скрабер, он находится в машинном отделении. Внутри камера сгорания, куда подается топливо. После процесса сжигания отработанный газ проходит внутри скрабера многоуровневую очистку и охлаждение. Сюда подходит вода. Вот эти сетки называются демисторами. Они задерживают воду и позволяют сквозь сетки пропустить газ. Все остатки уходят в танк, либо за ворот. Далее. Газ проходит по линии. Здесь есть клапан. Вот этот клапан регулируется с помощью Capacity Setpoint. Здесь представлен процент открытия-закрытия клапана. То есть грузовой помощник может оперировать с помощью этих двух кнопок. Либо этот клапан будет прикрываться, либо закрываться. Так мы регулируем пропускную способность. Также здесь установлен датчик. То есть процентное соотношение кислорода к инертному газу должно лежать в пределах от 1% до 5% в соответствующей сигнализации. Также инертный газ имеет допустимую максимальную температуру 65 градусов. По чему индицирует вот этот датчик IG Temperature. После этого газ проходит дальше по линии. И есть два варианта. Если мы нажмем Select Consumer, то есть выберем нашего потребителя, в данном случае это является наш грузовой танк, тогда этот клапан будет открыт. Но при одних условиях, если, первое, инертный газ будет соответствовать необходимому содержанию кислорода в процентах по объему, и также будет содержаться соответствующее заданное давление. То есть вот здесь Deck Pressure Setpoint, здесь мы задаем с вами то давление, которое необходимо получить в нашем грузовом танке. То есть во всей системе, во всей линии. В случае, если есть выход за пределы кислорода, либо давление будет выше, чем мы задали, тогда этот клапан будет автоматически закрываться и открываться клапан в атмосферу. И дальше через трубу будет выходить наш инертный газ. До тех пор, пока мы не создадим приемлемое соотношение, необходимое давление. Дальше этот клапан будет закрываться и откроется наш потребитель, то есть в танке. Индикация открытия-закрытия этого клапана представлена здесь. Инертный газ, заходя в танки, сперва проходит через Дексил, так называемый водяной затвор, куда подается вода с помощью двух насосов. Они расположены в машинном отделении. Также из Дексила есть слив, Overboard Discharge, с помощью этой линии. Мы должны поддерживать необходимый уровень жидкости, то есть воды, в нашем Дексиле. Здесь также представлена сетка, которая называется Демистер. То есть газ выходит из линии, попадает в воду и дальше из воды проходит в линию. Вот этот клапан, это невозвратный клапан. Следующий клапан, это ручной клапан. И дальше идет уже InertGaz Supply Main, грузовые танки. Наша задача защитить наше машинное отделение от попадания инертного газа обратно. То есть, как только мы с вами зададим необходимое давление в InertGaz-системе, остановим нашу установку, давление начнет давить назад. И у нас с вами, получается, есть три уровня защиты. Во-первых, наш ручной клапан. Во-вторых, невозвратный клапан. Если по каким-то причинам у нас эти клапана не будет держать, тогда наш водяной запор не позволит газу пройти дальше обратно в линию. Защита необходима для того, чтобы инертный газ из танков грузовых с содержанием определенного количества гидрокарбона не пошел в машину, не произошел взрыв. Так как там может быть взрывоопасная атмосфера при соединении с воздухом. То есть, когда система неактивна, у нас здесь будет большое количество кислорода. И возможен взрыв. Далее. Есть индикатор. Рекордер. Здесь вставлена бумага. И принтер фиксирует значение по DECMain pressure line, то есть давление в нашем инертном газе. Зеленый цвет, цифра 2. Сейчас у нас давление 90 милибар. Также Oxygen Content, то есть процентное содержание кислорода. 28. Далее. Есть кнопки управления. Remote Control. Мы забираем управление из машинного отделения в CCR. AutoStart. Это запуск системы в автоматическом режиме. AirVenting мы используем, когда мы продуваем нашу систему свежим воздухом. То есть, допустим, перед последующим заходом в танк на инспекцию, либо каких-то других целей. Подтверждение сигнализации, сброс сигнализации. Остановка системы. В AmpTest мы тестируем все наши индикации. Emergency Stop используется, если у нас произошла какая-то поломка, то нам необходимо срочно остановить нашу систему. Мы открываем этот ковр и нажимаем кнопку. Важный момент. Когда мы с вами на выгрузке, мы отдаем часть груза, и этот объем необходимо заполнить инертным газом. Здесь представлена панель управления нашими грузовыми насосами. Cargo Pumping System. И вот здесь есть сигнализация. Inert Gas Pressure Low. То есть, если в нашей системе будет давление низкое, до значения 200 мм водяного столба, то в этом случае наши грузовые насосы автоматически будут остановлены. Этого нельзя допустить. Поэтому необходимо следить за давлением инертного газа в нашей системе. Обычно мы держим в районе от 400 мм водяного столба до 800-700 мм. Примерно в этом диапазоне. Сейчас мы идем на палубу. Съемку ведем с камеры Ingressi Calisate. Демонстрирую палубную часть по энергосистеме. Значит, у нас с вами вот эта белая труба выходит из машинного отделения. Тот клапан, который я вам показывал в CCR, там, где идет выход в атмосферу, он расположен непосредственно в самой трубе. Дальше линия, которая поступает в наш Dexil, идет по вот этой части. Перед настройкой у нас расположен Dexil. Вот она, белая труба. Потом переходит в окрас рыжего цвета, компенсатор. И дальше поступает Dexil. Наверху у нас расположен актуатор с той стороны. Это сетка, флейморестер. Это мера защиты в случае попадания пламени. Эта сетка остановит и таким образом защитит эту линию. То есть в случае необходимости вентиляции этого участка от Dexil до машинного отделения. Расположен он с этой стороны. Далее. Вода поступает в Dexil по этой линии. Показываю наверху. Здесь у нас установлен вакуум брейкер. То есть в случае каких-то причин, если у нас вдруг данная линия завакуумировала, сработает данное устройство, чтобы не деформировать ее. Дальше. Насоса два, которые качают воду. Идут по этой линии. И дальше машинное отделение. Вон там внизу расположено машинное отделение, где установлено два насоса. И идет непрерывный процесс прокачки воды. Деxil постоянно наполняется. На этом уровне у нас установлена сливная труба. Overboard Discharge. Дальше уходит вниз в палубу и сливается за борт. Таким образом мы поддерживаем с вами постоянный уровень воды, уровень наполнения нашего Dexil и контролируем его двумя способами. Первый. Это наш датчик. Level Switch. Второй момент. Мы можем сделать это с вами визуально. У нас есть с вами смотровой лючок. Side Glass. Здесь отмаркирован уровень воды, под который должен быть наполнен. Приблизительно на этом уровне считается вода в норме. В зависимости от того, что нас сейчас скачает, уровень может плюс-минус отклоняться. Это нормально. Естественно, когда судно пришвартовано на терминале, в процессе инспекции он должен быть на этом уровне. Если нам необходимо провести инспекцию Dexil, у нас с вами есть два инспекционных лючка, которые расположены один у нас в носовой части и второй в кормовой. Если нам нужно осушить Dexil, то в этом случае у нас есть drain-линия и drain-клапан в самой нижней части, которая соединена с общей линией оверборде с чачем. Далее. Если вдруг вода замерзнет, то на этот случай у нас есть подогрев. Значит, две линии. Внутри расположен змеевик. С основной нашей паровой линией сюда у нас подходит пар, а по нижней линии он уже идет назад. Вот у нас основная паровая линия. Это у нас уже идет возвратная паровая линия, черная. И вот, соответственно, две линии. Далее. Как я уже говорил, у нас с вами есть два клапана. Один невозвратный клапан, второй ручной клапан. Вот они. Это невозвратный клапан. Это ручной клапан. Датчик давления находится здесь. Сюда подсоединены две линии электронные и выводятся данные на сенсор уже в ССИАН. Отсюда у нас идет подключение, где идет замер давления в инерт газ линии. Ну и, собственно, сам датчик. Далее. Из дек сила инертный газ поступает в основную линию, идет носовую часть судна и распределяется уже по танкам. Мы сейчас с вами подходим к PV-WELF. По-русски это газоотводный клапан. это у нас шестой правый танк и шестой левый. Как я уже говорил, показатели на нем выставлены 1400 миллиметров водяного столба и на вакуум срабатывание идет минус 350. Как он работает? Если у нас с вами оверпреша, то вот эта колба металлическая точно с рассчитанным весом будет подрываться, так как в этой линии создается избыточное давление и на давлении 1400 она подорвется и пойдет вверх. Важное условие. В этом случае у нас скорость потока выброса газа из танка должна составлять не менее 30 метров в секунду. То есть это считается у нас High Velocity PV Valve. Как только давление упадет примерно на 800 миллиметров водяного столба под собственным весом ввиду снижения скорости и снижения давления скорости выброса газа она захлопнется обратно. На вакуум. Если у нас в танке вакуум и доходит значение минус 350 тогда у нас срабатывает это устройство. Оно будет по достижении данного значения давления по вакуум минус 350 всасывать через эту тарелку воздух. Здесь также установлен у нас Flame Arrester то есть внутрь танка никоим образом не попадет пламя. Дальше мы идем на манифолд я вам покажу с левого борта Vapor Return Line у нас они установлены две отмаркированы в желтый цвет с редюсером 14 на 16 это линия по которой мы будем сдавать инертный газ либо на береговой терминал либо на другое судно если у нас будут СТС операции. Значит здесь у нас с вами ручной клапан открытие закрытие и дальше идет drain линия с клапаном а вот это наш сенсор данные выводятся у нас в CCR я вам их уже показывал ну по манифолду тоже могу кратко сказать здесь у нас идет два бункерных манифолда один на дизель ойл другой на фью ойл на тяжелое топливо на мазут а это дизелька дальше 4 манифолда грузовых подряд распределены по линиям с датчиками с манометром и с температурой и соответственно четвертая линия третья вторая и дальше первая аналогично здесь у нас бункерный манифолд но здесь он только один под тяжелое топливо и второй vapor return line носовой части два vapor return line находятся у правого борта и слева борта далее мы с вами сейчас подойдем на наш PV-брейкер PV-брейкер находится также в районе манифолдов вот он это бочка с жидкостью значит это следующий уровень защиты на случай если по каким-то причинам у нас не сработал ни один PV-велф PV-брейкер выполнит ту же задачу то есть он сработает как на превышенное давление так и на значительный вакуум PV-брейкер работает по такому же принципу как и PV-велф но только PV-велф у нас механическая система здесь у нас водяная система ну не совсем водяная значит здесь есть жидкость на 50% состоит из изотеленглюколя и на 50% из обычной воды здесь у нас нет обогрева поэтому этот микс жидкости позволяет ей не замерзнуть до температуры минус 37 градусов значит по давлению если у нас с вами будет прэша в означении 1890 миллиметров водяного столба то в этом случае через верхнее отверстие у нас полностью выйдет вода которая блокирует то есть все рассчитано таким образом что то количество воды которая здесь наполнена и то давление которое создается в танке для того чтобы его не повредить тот газ который расположен внутри выйдет вместе с этим остатком воды поэтому важно контролировать уровень жидкости я сейчас покажу как это сделать на вакуум аналогично но только в этом случае у нас здесь установлен также сетка фоем арестор так же как и на пиве но сработает уже на минус 630 миллиметров водяного столба значит контроль осуществляется по уровню жидкости следующему принципу значит у нас сейчас с вами давление примерно в районе 1300 вот темная шкава показывает но для того чтобы проверить так как у нас в линии может сенсор давать погрешность могут быть дополнительные какие-то факторы то есть проверка уровня жидкости осуществляется таким образом нам нужно полностью сделать закрытие изоляцию всех наших грузовых танков заинертизированных после этого остаток линии полностью рассеговать и тогда у нас с вами показатель должен быть в районе нуля вот он ноль если у нас с вами будет показатель меньше то необходимо будет долить соответствующую процентном соотношении жидкость этилен глюколь 50 процентов и вода 50 процентов если по каким-то причинам нам нужно заменить жидкость либо избавиться от нее там соответственно сливной клапан далее идем с вами к мастерайзеру мастерайзер расположен ближе к носовой части судна это не является мерой защиты это принудительная вентиляция то есть на случай если у нас избыточное давление в линии мы можем открыть мастерайзер под контролем у нас здесь ручной клапан и мы с вами травим инертный газ в атмосферу в случае если у нас есть ограничения по терминалу если запрещено использование мастерайзера разрешен только лишь наш вепор ретион лайн то есть непосредственно тот манифолд который у нас слева и справа борта тогда мы обязательно должны закрыть полностью этот клапан на цепь и закрыть соответственно на замок в случае если по каким-то причинам у нас произошел water ballast contamination то есть это когда в грузовом танке по соседству с балластным танком произошло какое-то повреждение какая-то трещина и в этом случае есть риск потому что грузовой танк будет наполняться фреш-эйром с балластного танка в этом случае нам необходимо полностью изолировать данный балластный танк в котором произошел contamination и засиговать его как это сделать значит у нас с вами есть основная линия инертного газа на нашем танкере установлен вот этот ручной клапан и соответственно выход сюда мы подключаем наш шланг гофрированный и дальше ведем его к нашему балластному танку таким образом мы соединяем наш балластный танк с линией инертного газа но предварительно мы должны его балластный танк изолировать подключаем в одной из горловин то есть этот у нас инспекционный лючок идет а вот этот лючок как раз для подключения данного шланга здесь будет расположен специальный переходник и таким образом мы будем выполнять эту процедуру трейн контролл панель инерт газ систем система включает в себя газогенератор так называемый скрубер к нему идут все системы то есть включающие топливную систему работает на дизельном топливе воздушную систему пневматики две два бловера насос заборной воды то есть скрубер памп также есть получается дек water сил памп который работает непосредственно на палубный затвор дек сил который находится у нас на палубе вот форсунка показывает индикацию включения выключения форсунки также включающие в себя все датчики температур алармов по высокому давлению джакетов то есть охлаждение скрубера инерт газ систем на выходе из скрубера температура высокая кислород содержание кислорода высокая низкая система работает после запуска системы газ газ поступает через палубный затвор и идет непосредственно на танки до того момента пока система не подготовлена клапан будет открыт в атмосферу как только система подготовлена и мы включаем деливери открывается этот клапан закрывается этот клапан что еще можем пройти сейчас просто посмотреть как у нас пловеры гонят соответственно газ как топливные насосы то есть они получаются берут с дизельного танка как идет процесс сжигания в камере сжигания и потом вот интересный момент куда потом остатки сливаются остатки тут я так понял в билдштанг нет при первоначальном пуске если содержание остатков превышает его значение то тогда пойдет в билдштанг чтобы первоначально не пошло все за борт если содержание нормальное следовательно идет все за борт ну естественно все непосредственно температуры содержание кислорода в процентах и именно уже давление которое в танках то есть по большому счету да от нас как от помощника действия со стороны СССР требуются минимальные минимальные то есть запуск расписывается со стороны механика да полностью со стороны механика единственное зачем необходимо следить это содержание кислорода вот опять же контролируем его и так же и мы смотрим если оно вдруг превышает допустимый процент тогда мы добавляем производительность допустим либо больше либо меньше топлива соотношением топлива воздух регулируем уставками сетпоинтом капэсити это регулируем процент кислорода процент топлива то есть соотношением топлива воздух мы можем воздействовать на кислород процент то есть низкое содержание кислородов тоже вредно тоже вредно да больше сажи да и соответственно уже будут на выходе может погнать дизельку дизельное топливо за борт окей спасибо ну тогда можем пройтись посмотреть основные узлы ловеры сам скрубер да скруберный насос для обожгения вода идет двух видов да это со скруберного насоса и система заменяющая в случае поломки его от пожарной линии от пожарного насоса мы тоже можем запятать наш скрубер да вон этот скруберный насос вот как вот айджейс скрубер да а это силота да кулинси вот апам да джейс кругер кулинси вот апам то есть здесь у нас панель основная в инжен контрол да запуск осуществляется как с панели горща так и с местного поста ну и так же оттуда можно есть ручной старт то есть manual start то есть для запуска в ручном режиме нам будет необходимо подготовить все вручную то есть запустить блогер запустить насос вручную запустить насоса охлаждение вручную запустить дексил ну так как он у нас постоянно работает поэтому в этом нет необходимости вот и потом сделать manual start если все настроено если мы убеждены в том что система полностью готова мы нажимаем просто автостарт и система уже готова к работе номер 1 номер 2 Запуск сейчас стоит в ремонт Если необходимо запустить вручную Переключаем на локал И в системе Номер один, номер два А это сами пловеры у нас Это сами пловера, да Номер первый, номер второй И отсюда, да, уже нагнетается скрубер То есть пловера отсюда Нагнетается скрубер Этот воздух, который нагнетается Охлаждается забортной водой И нагнетается на выходе из скрубера Нагнетается непосредственно на палубу На палубный затвор Форсунки розжига И основная форсунка, по которой поступает к ней топливо Форсунки розжига разжигают И идет основное пламя Продолжение следует... Это получается клапан входа в скрубер от влаждающей воды от скруберного насоса. Влезу находится скруберный насос и подает воду прямо сюда. Это вход. Внутри расположены форсунки-распылители этой воды. Сейчас могу показать. Это смотровой лючок, чтобы видеть процесс. Кислородомер. По требованиям должны быть два кислородомера. Тот, который в работе и запасной. Селектор бокс. То есть выбор, какой у нас сейчас работает. Либо первый, либо второй. Сейчас работает первый. Перед каждым его запуском, перед запуском всей системы необходимо произвести калибровку. Калибровка проводится у нас по инструкции. Могу кратко объяснить, как это все происходит. У нас калибровка проводится по газу и по кислороду. 21% по кислороду по воздуху и на ноль выводим нитрогеном азот. Баллон. Это баллон с азотом. Это баллон, да, с азотом. Нитроген. Вот. Могу кратко показать. Спангаст – это значит по воздуху. То есть в таком состоянии, которое у нас сейчас находится, мы его можем откалибровать по воздуху. Вот таким вот образом выбираем. Спангастинг. Спангастинг. Нажимаем старт. Идет процесс калибровки по воздуху. Это вода. Идут газы, когда сейчас у нас поступает просто воздух. Когда идут газы, мы переводим и с тестом. Вот сейчас у нас в тестовом режиме он работает. Когда мы запустили систему, переводим на сэмпл газ. То есть у нас уже непосредственно здесь сюда идет на датчик, на кислородомер то, как мы поставим. Вот, допустим. Тест газ. И у нас он уже будет показывать содержание того газа, который у нас производит система. По нитрогену надо? Нет. Для того, чтобы откалибровать по газу, мы переключаем на зеро газ. Открываем баллон. Настраиваем проток. И в этот момент у нас сейчас идет газ, который настроен на зеро. То есть у нас должно показать здесь ноль. А если не ноль, то вручную, да? Да, если не ноль, то вручную мы просто добавляем проток. Как только он выйдет на ноль, можно производить калибровку. Сейчас он еще пойдет на ноль. Ага. Ага. Ну, в принципе, уже сейчас можно уже ноль, ноль, четыре, ноль, ноль, пять. Можно произвести калибровку. Выбираем зеро калибрэйшн. И калибруем. Все. Затем. Затем. Затем закрываем баллон. Затем закрываем проток. И переводим на спан газ. Все. И сейчас он должен выйти на содержание двадцать один процент. Двадцать девять, двадцать один. После калибровки на нитрогеном мы можем еще раз сделать калибровку у нас по спану. И тогда он у нас будет показывать четкое значение содержания кислорода. То есть двадцать девять, двадцать один процент. Сейчас он нормализуется, двадцать девять будет показывать. патрубок. Это непосредственно патрубок. Это выход газа на палубу. Патрубок идет на кислородомер. И когда мы переводим на sample газ, то тогда уже будет показывать непосредственно то значение, которое кислородомер будет показывать то значение, которое у нас идет на выходе из газогенератора. То есть рабочий режим, когда наш скубер выдает инертный газ, у нас должен быть выступлен параметр на sample газ. Да, все верно. А перед запуском мы соответственно делаем в режиме тест газ. Да, да, да. Это скруберный насос. Можем заменить на питание пожарного насоса. Да. Любой из пожарных насосов может заменить скруберный насос в случае необходимости. Да, да. Вот он пошел и по трубопроводу заходит на самый верх, на вход в газогенератор. Струбер. Так же насосы Dexil, насосы палубного затвора, работают в постоянном режиме. Два насоса, так же один из них работает, один стоит на стендбайе. Это чтобы поддерживать уровень в палубном затворе. Два насоса. Соответственно, это выходная труба из скрубера. То есть, когда система в работе, остатки воды и смеси с дизелькой выходят за борт через этот патрубок. Это актуатор, это просто клапан. А здесь, вот, система здесь точно так же наслеживает ту воду, которая может выходить именно за борт. Sea Direct. Это непосредственно топливные насосы. дизельные насосы для, как для розжига, так и для горения постоянного. То есть, дизелька у нас берется сервисного танка дизельного, пара фильтров и пара насосов, которые могут работать, замещая абсолютно друг с другом. И выходной патрубок непосредственно на форсунку. По системе трубопроводов доводится до входа форсунку. И так же, вот, панель управления каждого насоса. Сейчас он у нас стоит в режиме Remote. Оба насоса находятся в режиме Remote. Если нам необходимо запустить их вручную, ставим Local Start. Насос в работе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...